У нас, если есть какие-то вопросы по клиническому случаю или вообще по лечению больных с сахарным диабетом второго типа, быстрые вопросы так называемые, то они приветствуются. Это вы имеете в виду в начале или? Нет, почему нельзя было? Конечно, можно было. Можно было. Но здесь всегда нужно исходить из того, насколько человек готов. Значит, вопрос заключается в следующем. Почему нельзя было изначально назначить базисболюстную инсулинотерапию? Ну, базисболюстная, она предполагает, что… Да, или только короткий инсулин. Базисболюстная, да. Значит, смотрите, базисболюстная инсулинотерапия является самой сложной, самой эффективной, но самой сложной терапией для лечения больных диабетом второго типа. То есть требующих максимального вовлечения больного в это лечение. То есть мы не говорим, что нельзя было назначить, можно было назначить, но с учетом того, насколько человек готов к тому, чтобы быть вовлеченным в этот процесс лечения. Понимаете? И, кстати говоря, в современных рекомендациях, если вы посмотрите Американская диабетическая ассоциация, Европейская ассоциация по изучению диабета, вот этот пункт они впервые ввели вот в этот, так скажем, перечень выбора терапии. То есть на основании чего вы выбираете терапию? Готовность быть вовлеченным в лечение. Потому что мы с вами, ну для нас боясьболистная терапия это 2 плюс 2 равняется 4. А для человека, который впервые столкнулся с заболеванием, вы поймите, что он не знает, что такое инсулин, он не знает, что такое короткий. Он не понимает, почему он должен 3-4 раза в день смолиться в кора. Он не понимает, что это нужно делать не одну неделю, не две недели, а всю последующую жизнь. Поэтому, конечно, мы пытаемся неким образом упростить жизнь наших больных. Не всегда это правильно, я согласен. Не всегда это правильно. Но в случае, ну конкретно с Марией, вот сценарий развития событий произошел именно таким образом. Понимаете? То есть возможно, что если бы мы шли по другому сценарию, может быть мы предотвратили бы развитие макулярного отека, может быть там не спрогрессировала настолько нефропатия, да, хроническая болезнь почек, но не факт, что Мария была бы идеальным солдатом, если так можно выразиться, в вашей... Понимаете? Ну да, может быть, если бы она в стационаре была, там бы тоже можно было бы устранить время, но так-то мы же про обычную жизнь говорим. Мы сейчас гипотетически, я не против, но вот когда вы будете назначать, имейте в виду вот этот момент. Имейте в виду этот момент, что инсулинотерапия, она требует 98% участия больного. 2% это вашей, 98% это больного. Я имею в виду приверженность к лечению, готовность к тому, что она должна делать, потому что это очень активная терапия, понимаете? Там эффективность этой терапии на 98% зависит от самого пациента. Да можно, конечно, но там это же несколько дней, мы говорим про временное устранение глюкозотоксичности. И вот я как стационар, мы это делаем, но это сколько? 7-10 дней, а потом все равно выписываем на какой-то уже терапии. Нет, по-разному бывает, это все индивидуально, можно и 10-летний стаж, там условно 2 недели курс провести, и будет гораздо лучше, чем было. Поэтому, но здесь еще резерв, у нее не было такой уж прям выраженной декомпенсации, у нее на двухкомпонентной терапии метформин с ПСМ появились уже гипогликемии, и уровень гликирования был какой-то, там 7,6 у нее. Поэтому можно, но вот обычно все-таки, если она бы пошла на стационарное лечение, а в амбулаторной практике временно это не очень удобно. Если на постоянную переводить, ну это тогда уже другой вопрос. Я думаю, что мы сейчас некоторые вопросы все равно не решим. Да, то есть вот в реальной клинической практике, конечно, вы вольны поступать так, как вы считаете нужным, но мой комментарий, просьба всегда учитывать вторую сторону, да, то есть вы не можете принимать решение за больного. То есть обязательно нужно понять, что он хочет, и самое главное, может ли, готов ли. Понимаете, не всегда больные готовы к такой высокоинтенсивной терапии. Спасибо большое. Спасибо большое. Дальше по программе у нас очень интересный доклад, который называется «Пациент с сахарным диабетом второго типа и когнитивными нарушениями на приеме эндокринолога». Расставляя акценты, Шишкова, Валентина.